Рад познакомиться. Как твое имя? Я Зейн. Зейн. Машалла. Как тебя зовут? Алекс. Алекс. Как дела? Как прошёл твой день? Пока у нас всё хорошо. Хорошо. Значит, ты мусульманин? Зейн, ты мусульманин? Нет-нет, но мой отец был. Он не был особо придерживающимся, поэтому... А ты мусульманин? Я нет. Так какой ты веры? Я христианин. А ты? Я тоже христианин. А я православный христианин. О, православный. А ты православный или рождённый заново? Да, православный. Ладно. Когда ты говоришь, что ты православный, что ты имеешь в виду под этим? Ну, на самом деле, я не знаю фактического значения этого. Но мне сказали, что я православный. Мой отец. Ты веришь, что Иисус — Бог? Нет, я верю в Бога. Ладно. Ты молишься Богу во имя Иисуса или ты молишься Богу напрямую? На прямую Богу. Это хорошо. Значит, ты ближе к исламу, чем к христианству. Серьёзно? Да. Я имею в виду, что ты ближе к истинному учению Иисуса, чем к Павлу. Ты знаешь Павла? Павла? Да, Павел — это один из авторов Евангелия. Есть Павел, Марк, Лука, Иоанн, Матфей. Да-да. Павел один из четырёх. Честно говоря, большинство христиан нашего времени, они не следуют за Иисусом. Но они следуют Павлу. Поэтому вы верите, что Иисус умер за ваши грехи? Да. Но это не учение Иисуса. В Матфея 19.16, когда молодой юноша пришёл к Иисусу, он сказал, «О, добрый учитель, какое доброе дело я должен сделать, чтобы обрести жизнь вечную». Поэтому еврейский юноша, он был здоровым. Извини, он был богатым человеком. Да, он был богатым. Он спрашивал Иисуса, «Мир ему». Когда мы говорим о Иисусе, мы говорим о Нём с уважением. И когда мы говорим «Мир ему», это значит, пусть над Ним пребудет мир и богословение Аллаха. Поэтому юноша сказал Иисусу, «Как я могу обрести жизнь вечную, которая в раю?» Иисус сказал ему, «Почему ты называешь мне благим? Никто не благ, только один Бог. Если же ты хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди». Или «Соблюдай заповеди Бога». Заповеди Бога означает Тора. Юноша сказал ему, «Всё это я сохранил от юности моей, чего ещё не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твоё и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Так что Иисус ясно говорит юноше соблюдать заповеди Бога. А Ветхому Завету многие христиане больше не следуют. Иисус говорит юноше следовать Ветхому Завету, заповедям Бога, и давать милостыню, и следовать учениями Иисуса, правильно? Но пришёл Павел и сказал, что дело не в заповедях Бога и не в законе. Но теперь ты просто должен верить, что Иисус умер за твои грехи. Но Иисус никогда не говорил этого юноше, что ты должен верить, что я умру за твои грехи, и ты будешь спасён. Хорошо? Поэтому если ты изучишь историю христианства, ты поймёшь, и это говорили многие христианские учёные, что есть различия между учениями Иисуса, то есть то, что исповедовал сам Иисус, и тем, что писал Павел и другие писатели Евангелия о его учениях. Ты понимаешь? Да. Поэтому если ты посмотришь на учения Иисуса и на пророков, которые пришли до Него, Моисей, Авраам, Ной и Яков, они пришли, чтобы призвать людей, поклоняясь только одному Богу. И они пришли с учением, что только ты отвечаешь за твои грехи. Это говорится в Исайе. Прости, не в Исайе. Это одна из книг Ветхого Завета. Это говорится в Бытие и также во Второзаконии. Если ты совершишь грех, ты сам будешь нести ответственность за Него. Иисус не умирал за тебя или кого-либо ещё. Да, то, что вы делаете в христианстве и иудаизме, есть такое, что закалывают овец. Но закалывать овец – это является актом поклонения. Овца не берёт твои грехи. Нет. Когда ты закалываешь овцу, это некое искупление грехов, это понятно. Но говорить, что я совершу убийство, изнасилование, педофилию и всё это… И представь, что Иисус умер за мои грехи. Всё хорошо. Это не имеет никакого смысла. Да, это не имеет смысла. Извини. В общем, так очень плохо думать. Это правда. Это правда. На сто процентов. Поэтому, знаешь, субханаллах, когда ты смотришь на учение Иисуса и учение пророка Мухаммада, потому что пророк Мухаммад пришёл с тем же, если ты совершишь грех, ты сам будешь в ответе за него. У Аллаха огромная милость. Аллах обладает большой милостью. Несмотря на то, сколько малых грехов ты делаешь, милость Аллаха больше, чем твои грехи. Так что никогда не отчаивайся. Понимаешь? Если ты совершишь грех, что ты делаешь? Ты каешься перед Богом. И стараешься изо всех сил не возвращаться к Нему. Если ты взял что-то у кого-то, ты отдаёшь это Ему. То есть обратно владельцу? Да. Позволь мне привести тебе пример. Представь, что ты пришёл и украл мой телефон. И что я делаю, чтобы простить тебя? Я иду и наказываю его. Поступаю ли я справедливо? Нет. Это не справедливость. Потому что справедливость — давать каждому то, что он заслуживает. Он не заслуживает. Он ничего мне не сделал. Так почему в христианстве Иисус, по словам Павла, Иисус стал проклятым, и он был наказан из-за грехов людей. Он сам никогда не грешил. Это не имеет никакого смысла. Действительно, не имеет. Понимаешь? Поэтому римляне и Павел, который был одним из них, извратил истинное учение Иисуса. Поэтому Библия много раз менялась. Поэтому, когда ты смотришь на ислам, ислам чист, он совершенен. И знаешь, Коран, который у нас есть, сотни миллионов мусульман завучивают его. Буква в буквы, слово в слово. Понимаешь? Поэтому, знаешь, никто не может исказить Коран. И буквально, если иудеи, мусульмане и христиане решат сжечь свои писания, единственное писание, которое останется, это Коран. Знаешь как? Потому что мы выучили его наизусть в наших сердцах. Понимаешь? Поэтому, когда ты смотришь на исламские учения... И, кстати, я прошу прощения, что занимаю ваше время. Всё нормально. Иншалла, я закончу с этими вещами. И если у вас будут какие-либо вопросы, задавайте. Обратите внимание на это, хорошо? Ислам пришёл, чтобы сохранить пять универсальных потребностей. Пять универсальных необходимостей. Первое. Ислам пришёл сохранить религию. Что это значит? Это означает, что в исламе это запрещено, и это большой грех, и это величайший проступок, не поклоняться истинному Богу. Потому что, если вы не будете поклоняться истинному Богу, я покажу вам, каковы результаты этого. И также я продемонстрирую вам, что противоположно непоклонению истинному Богу. Поэтому Ислам пришёл, чтобы мы поклонялись только одному истинному Богу. И мы не молимся во имя пророка Мухаммада Мирьему, но мы молимся только во имя Аллаха. Кто такой Аллах? Он создатель всего. Царь царей, хорошо? Так что Ислам пришёл, чтобы сохранить религию. И также Ислам пришёл, чтобы сохранить разум или интеллект. Что это значит? Это значит, алкоголь, наркотики и всё, что вредит разуму в Исламе, это запрещено. Хорошо? Да. И Ислам пришёл, чтобы сохранить имущества. Что это значит? Азартные игры и расовчичество запрещены. И позже я объясню про азартные игры. И Ислам пришёл, чтобы сохранить брак. Вот почему в Исламе прелюбодьяния запрещено. И Ислам пришёл, чтобы сохранить жизнь. Поэтому несправедливо убивать людей, или наносить вред своему телу, или совершать самоубийства запрещены. Поэтому, если мы сохраним эти пять вещей, у нас будет здоровое и хорошее общество. А что противоположно этому? Когда вы не поглоняетесь истинному Богу, вы начинаете дозволять алкоголь, наркотики, азартные игры, расовчичество, прелюбодьяния. Что такое расовчичество? Это проценты, которые делают богатых богаче, а бедных беднее. Расовчичество – это новый вид рабства. К примеру, если я дам тебе пять тысяч фунтов, потому что ты нуждаешься в них, я знаю, что на следующей неделе ты не сможешь вернуть их мне. Потому что я знаю твоё положение. Поэтому я говорю тебе, смотри, на следующей неделе ты отдашь мне шесть тысяч фунтов или семь тысяч фунтов. И я прихожу к тебе на следующей неделе и говорю, где мои деньги? И, кстати, меня зовут Шамси, а тебя… Эштан, прости, я забыл. Ты Зейн, он Алекс. У меня хорошая память в некотором смысле. Я говорю тебе, смотри, Эштан, отдавай мне семь тысяч фунтов. Но знаешь что? Потому что ты не можешь отдать мне их сейчас, я дам тебе ещё две недели. Но на этот раз ты должен мне 20 тысяч фунтов. И знаешь, что я делаю? И представь себе, что я делаю это в больших масштабах. Я делаю это с ними, с ними, с ними, с ним. Так что я делаю себя богаче, используя нужду людей, чтобы манипулировать ими. Но Ислам учит нас, что если кто-то нуждается в помощи, не используй его нужду. Помоги ему ради Аллаха. И у нас есть прекрасное предание от пророка Мухаммада Мирьему. Он сказал… Аллах скажет людям в судный день. В судный день Аллах скажет человеку, «Я просил тебя накормить меня, но ты не накормил меня». И человек скажет, «О Аллах, ты создатель всего, это ты кормились, как я мог накормить тебя?» Аллах скажет, «Мой такой-то слуга нуждался в еде, но ты не накормил его. Если бы ты накормил его, я бы помог тебе сегодня». Видишь? И также Аллах сказал, «Я просил тебя одеть меня, но ты не одел меня». Он сказал, «О Аллах, как я мог одеть тебя? Ты всемогущий творец». Аллах скажет ему, «Мой слуга нуждался в одежде, но ты не дал ему одежды». Ислам мучает нас, мусульмане, как одно тело. Если какая-то часть тела чувствует боль, остальная часть тела также чувствует боль. Понимаешь? Поэтому мы должны понять, почему идет огромная война против Ислама. Потому что эти яды, которые я упомянул, азартные игры, рассовчичество, алкоголь, наркотики, прелюбодеяние, разрушают общество. Но вы видите, что есть люди, которые извлекают из них пользу. Кто они? Это те, кто у власти. Так что те, кто у власти, они видят в Исламе угрозу для своего бизнеса. Потому что Ислам не просто пришел, чтобы запретить это. Но в Исламе есть наказание для любого, кто нарушает эти законы. Потому что если ты нарушаешь законы, эти пять необходимостей, ты уничтожаешь себя и общество. Поэтому они смотрят на Ислам как на угрозу для их бизнеса. Потому что они богатые. И что они делают? Они используют свои деньги, чтобы выставить Ислам в плохом свете через СМИ и медиа. И это то, что происходит сейчас. Поэтому ведется большая дезинформация против Ислама. Потому что это единственная религия, которая твердо стоит против зла. Как думаете, то, что было сказано до сих пор, имеет смысл? Да, имеет. И вопрос, который ты также должен задать себе. Как человек, который жил 1400 лет назад, то есть пророк Мохаммед, мир ему, хорошо? Который даже не умел читать и писать, пришел с идеальным образом жизни. А с другой стороны, у нас есть все эти политики по всему миру, в Америке, Британии и Франции, которые учились в лучших университетах мира. Но они даже не могут справиться с проблемами, которые видят перед собой. Потому что пророк Мохаммед – посланник Творца всего. И Творец всего знает, что для нас хорошо, подробно в деталях. И что для нас плохо, подробно и в деталях. И это является одним из доказательств, чтобы установить, почему ислам является истиной. И почему пророк Мохаммед – это посланник Аллаха? Ты знаешь, Индрю Тейтан? Да-да. Так что этот парень, теперь он наш брат в исламе. Конечно, он говорил некоторые вещи, с которыми я не согласен. Но, честно говоря, он сказал много правильных вещей. Знаешь почему? Потому что этот человек был мультимиллионером. Он сказал одну вещь, которую я всегда использую. Он сказал, что я видел дьявола собственными глазами. Знаешь, что он имел в виду? Потому что, когда он был очень богат, он был связан с тайными обществами. Или высокопоставленными людьми. И он видел, что они делают. И он сказал, знаете, что я заметил? Единственная религия, которая твёрдо стоит против этого зла – это ислам. И тогда он ещё был христианином. И он сказал, поэтому я стал мусульманином. Конечно, он говорил вещи, с которыми можно было бы поспорить. Из-за его отсутствия знания. Ведь он всё ещё изучает. Но ты должен знать, что он пришёл из сумасшедшего прошлого. С сумасшедшего образа жизни. Но, если честно, многие из того, что он говорил до ислама – это от нашей человеческой природы. И он сам говорил то, во что я верю. Ислам согласен со мной. Не совсем, конечно. Но то, что происходит сейчас, брат, есть зло, которое хочет уничтожить нашу природу. Буквально нашу человеческую природу. Сейчас есть люди, которые даже не могут определить, что есть женщина. Так что сейчас буквально, что я могу сделать? Я могу избить женщину. Ислам говорит, это харам. Но если ты придёшь ко мне и скажешь, что я избил женщину, я могу сказать – определись, что такое женщина. И если ты определишь её как женщину, то есть та, которая родилась с грудью и другими вещами, я скажу – а что насчёт мужчин, которые идентифицируют себя как женщину? То есть ты против них? И они говорят, что ты дискриминируешь их, говоря это. Смотри, как это безумно звучит. Понимаешь? Но Аллах упомянул это в Коране давным-давно. Аллах сказал, что сатана будет внушать людям, чтобы изменить творение Аллаха. Понимаешь? Я не уверен, слышал ли ты об этом. Был мужчина, который изнасиловал дух женщин. О, да-да. О, ты слышал об этом? И когда его провели в суд, чтобы отправить в тюрьму, он наделся как женщина и сказал – я идентифицирую себя как женщину. Что они должны сделать в этом случае? Они должны посадить его в тюрьму. Но в какую тюрьму? Получается, в женскую тюрьму. Вот и всё. И для него это рай. Это то, чего он хочет. Но посмотри, что сказал Аллах. Если бы истина зависела от их желаний, то сгинули бы небеса и земля, и те, кто на них. Смотри, что происходит. Беспорядок и неразбериха. И буквально я могу сказать тебе – слушай, брат, я верю, что я тигр, но я заперт в человеческом теле. И каждый раз, когда ты хочешь говорить со мной, говори со мной как с тигром. Я могу делать разные вещи с людьми, и полиция не может арестовать меня, потому что я тигр. Знаешь, как это безумно звучит? Это безумие. Мир сходит с ума. Вот что я говорю – посмотри на ислам. Для нас нет спасения, кроме как следовать учению ислама. Христианство. Как я сказал, я верю в Иисуса, без сомнения. Один из лучших посланников. Но Иисус не был христианином. Христианство было придумано римлянами. Они изменили учение Иисуса, и они исказили его. Это Библия. У нас нет ее даже на оригинальном языке Иисуса, но только на других языках. Но Коран, который у нас есть, это тот же самый Коран, который пророк Мохаммед читал своим сподвижникам. Тот же самый. Понимаешь? Кстати, у вас есть какие-либо вопросы? Можете задавать любые вопросы. А ты из какой страны? Потому что ты говорил, что твой отец… Ну, я отсюда, а мой отец из Египта. Ты говоришь по-арабски? Я говорил, когда был младше. Понятно. Потому что в Египте также есть христиане. Да, они есть во многих странах мусульман. Извини. Они есть во многих исламских странах. Да-да, ты прав. Большинство мусульман, но также есть христиане. Есть в Сирии, к примеру. И знаешь, поэтому мы здесь. Мы здесь в основном для того, чтобы объяснить, почему ислам – это истина. И мы призываем вас стать мусульманами, чтобы поклоняться Богу. Представьте, что я скажу вам. Я разговаривал со всеми вами, может быть, 10-15 минут, хорошо? Я мультимиллионер. И вы мне очень понравились. Я дам вам 2 миллиона фунтов в подарок. Если вы возьмёте их, что вы скажете мне? Если бы вы взяли 2 миллиона фунтов, вы бы поблагодарили меня? Да, я бы поблагодарил, но отнёсся бы скептически. Нет, я говорю, если бы ты действительно взял бы их. Да, поблагодарил бы. Конечно, поблагодарил бы. Если бы ты взял их, ты бы вспоминал меня всё время. Да, быть скептическим – это хорошо. Потому что если я дам тебе 2 миллиона фунтов при условии, что ты отдашь мне свои 2 глаза, ты бы сделал это? Нет. Правильно. Нет. Потому что твои глаза более ценные, чем 2 миллиона фунтов. Так почему мы не благодарны тому, кто подарил нам глаза бесплатно? И второй вопрос. Да, мы хотим быть благодарными Богу. Мы хотим поклоняться Ему. К примеру, если ты хочешь сделать подарок своей матери, ты бы купил подарок, который нравится твоей маме, или который нравится тебе? Который нравится маме. И также, если мы хотим поклоняться Творцу и быть благодарными Ему, мы должны поклоняться так, как нравится Ему. Потому что способ, который нравится Ему, объективен. А способ, который нравится нам, субъективен. Поэтому Он послал пророков и посланников, таких как Моисей, Авраам, Ной и Иисус. И последний из пророков – пророк Мохаммад Мириму. Поэтому, если ты хочешь поклоняться Богу в соответствии с его учением, ты должен делать это по исламскому учению, потому что оно было сохранено, а Библия была искажена. Если я скажу тебе, что останавливает тебя от того, чтобы стать мусульманином? Как бы ты ответил? Что останавливает меня? Да, чтобы стать мусульманином и поклоняться одному истинному Богу правильным способом. Что останавливает тебя? Ну, на самом деле, раньше люди говорили со мной об исламе, особенно на уроках. Да. Я считаю, что ислам гораздо интереснее, чем христианство. Да. Потому что, как вы сказали, ислам более чист, чем христианство. Всё верно. И слова пророка Мохаммада не изменились. Да. И это то, что мне действительно нравится в исламе. Да. Тот факт, что всё это говорилось всегда, без изменений, всё время. Да. Я бы сказал, что я был бы более готов присоединиться к исламу, чем к христианству. Да-да, несомненно. Знаешь, то, что ты сказал? Кстати, моя жена, она была христианкой. И она приняла ислам, прежде чем я встретил её. Её мать, она атеистка. Если точнее, она колеблется. Иногда она атеистка, иногда христианка. Я не знаю. Но её чем атеист. И они оба сказали, если бы мы выбрали какую-либо религию, мы бы выбрали ислам. Почему? Потому что, когда Бог сотворил нас, Он сотворил нас чем-то, что называется естественные склонности или универсальные инструменты. Что такое универсальные инструменты? Это здравый смысл. Знаешь, если позволить нашему здравому смыслу и нашим естественным склонностям сотрудничать, так как Бог создал их, естественно, они будут тянуться к исламу. Почему? Потому что тот, кто создал вас с этими инструментами, тот же, кто не спасал ислам. Поэтому это как замок и ключи. И ты приносишь много ключей, христианство, иудаизм, индуизм, и пытаешься открыть этот замок в сердце. Он не откроется. Но когда ты приходишь к исламу, подходит идеально. Потому что тот, кто сделал этот замок в тебе, тот же самый, кто послал этот ключ, которым является откровение. Понимаешь? И ислам является практической религией. Это не просто быть в церкви. Нет. Ислам не только для людей, но также для правительства. Потому что, когда люди начинают следовать своим срастям, что случается? Они начинают путаться. Я приведу пример. Знаешь, я могу пойти и легально продавать алкоголь. Хорошо? Но если я буду продавать наркотики без лицензии, полиция арестует меня. Но она не будет арестовывать владельца алкогольного магазина. Даже если мы продаем одинаковые товары, то есть разный товар, но причиняющий одинаковый вред. Большинство преступлений происходит из-за алкоголя. Хорошо? И алкоголь наносит вред нашему организму. Так почему торговцы наркотиками арестовывают, а владельца магазина спиртного не арестовывают? Когда они оба продают то, что наносит вред нашему телу. Потому что алкоголь облагается высокими налогами. Они зарабатывают на этом деньги. Поэтому, когда люди следуют своим страстям, они начинают противоречить себе. Поэтому Аллах не спослал исламский шариат. Шариат значит божественный закон. И не пугайся того, что говорят тебе СМИ. Якобы шариат придет, чтобы убить всех. Это ложь. Но в любом случае, в шариате есть много аспектов. К примеру, заботиться о своей матери – это часть шариата. Знаешь, в исламе, представь, что ты идешь по улице, и ты видишь что-то, что преграждает людям путь. Если ты уберешь это, это из шариата. И ты получишь награду от Аллаха. Потому что ты помогаешь людям. Ты пытаешься позаботиться о людях. Забота о своей матери является одним из величайших добрых дел в исламе. И это из шариата. И в основном, когда ты смотришь на шариат, он пришел, чтобы разобраться с основой или корнем проблем людей. А человеческие законы похожи на то, как ты идешь к врачу, и он дает тебе парацитамол. Что он делает? Он просто пытается лечить симптомы. Он не лечит корень проблемы и ее причину. Так что исламский шариат, он имеет дело с корнем проблемы. Но человеческие законы просто прячут проблему. Она все еще есть, но они просто скрывают ее. Ты понимаешь? Потому что Аллах знает все. Люди не знают всего. У них есть недостатки. Понимаешь? Поэтому, как я сказал тебе, когда ты смотришь на ислам, он соответствует твоему здравому смыслу и естественным склонностям. И он также соответствует нашей человеческой природе, говоря в общем. Поэтому я советую тебе стать мусульманином. Стань мусульманином. Знаю. Поэтому ты дал мне Коран. Ты хочешь изучить больше? Да. Ты можешь стать мусульманином сегодня и уже после изучать больше. Зависит от тебя. Я не буду давить на тебя. Но я скажу тебе, брат. Ты сказал, что это имеет смысл для тебя. Я имею в виду всех вас. То, что я хочу сказать. Сколько тебе лет? 16. Хорошо. Моя жена стала мусульманкой, когда ей было 14, если правильно помню. Она была моложе тебя. И она сказала, что для меня не имеет смысла, что Иисус – это Бог, молящийся Богу. И другие учения. Она сказала, что я хочу стать мусульманкой. И я клянусь Аллахом. Три недели назад, прости, месяц назад был юноша, и его мать стала мусульманкой для него. Ему было 11 лет. И он стал мусульманином вместе с нами. Потому что вы хотите связать себя со своим Создателем. И я хочу сказать, вы никогда не узнаете, когда вы умрете. Сколько людей вышли из дома и никогда не вернутся. Сколько людей заснули и никогда не проснутся. Ты понимаешь? Ты можешь гарантировать, что будешь жить завтра? Нет. Ты не можешь гарантировать, брат. И это жизнь – испытание. Когда Аллах создал эту жизнь, у Аллаха есть атрибуты. Милосердие, любовь, прощение, гнев, могущество. Аллах создал рай, основанный на его милости и любви. И затем Аллах создал ад, основанный на его гневе и могуществе. И Аллах создал рай, который является абсолютным наслаждением. И он создал адский огонь, который является абсолютным наказанием. А в этой жизни Он создал зло и добро. Поэтому только нам решать, в каком месте мы должны. Правильно, какой путь мы должны выбрать. Если это хороший путь в этой дунья, в этой жизни, проведёт тебя в рай. Потому что ты знаешь, как я уже говорил сегодня, были люди, которые так же, как мы, просто разговаривали и шутили. А теперь они мертвы в могилах. И это ещё не конец. Потому что есть судный день. И самый большой грех против Аллаха – это отвернуться от Него. Потому что мы, мусульмане, верим, что если кому-то объяснили Ислам, мы верим, если кто-то умер и он не узнал об Исламе, Аллах не накажет его. Но сначала Аллах испытает его, потому что Аллах справедливый. Но если кто-то узнал истину и отвернулся от неё, это величайшее преступление. Позволь мне привести тебе другой пример. Представь, что ты проснулся у себя дома. Или в своей комнате. Ты проснулся утром, и везде огонь. Везде. Ты стараешься изо всех сил, чтобы спасти себя. И ты не смог. И ты сдался. И пришёл я, и спас тебе жизнь. Что ты мне скажешь? Ну, я буду очень благодарен, ведь ты только что спас мне жизнь. Да, верно. Ты будешь помнить меня. Ты не скажешь мне, Шэмси, дай мне время, чтобы я вспоминал тебя. Нет. А что насчёт того, кто подарил тебе жизнь бесплатно? Прости. А как насчёт того, кто подарил тебе жизнь бесплатно? Я должен быть благодарен ему. Ведь он дал мне жизнь изначально. Так и есть. И я её использую гораздо дольше. Всё верно. Поэтому лучший способ быть благодарным ему, это следовать исламскому учению, как я уже показал. Прочитай Коран. Я читал Коран много раз. Да. Но мне не нужно знать всё об исламе, чтобы принять основу, которая ясна. Что есть только один Бог. Потому что даже я, как проповедник, я всё ещё учусь. Знаешь? Но то, что я объясняю тебе, это основа ислама. И что бы ты ни учил, ты всегда возвращаешься к этим основам, которые ты учил. Не будет такого, что ты будешь учить и скажешь, что я не знал этого. Поэтому те, кто приняли ислам, они никогда не возвращаются и не говорят, что пожалели об этом. Потому что они счастливы. Потому что это истина. Особенно, когда ты молишься. Знаешь, в жизни мы переживаем трудности. И ты молишься пять раз в день. Представь, что я скажу тебе, что каждый раз, когда ты приходишь ко мне домой, я буду давать тебе 20 тысяч фунтов. И ты скажешь, да, брат, я каждый день буду приходить к тебе. А что насчёт того, что ты поклоняешься своему Создателю? И каждый раз, когда ты молишься, ты получаешь богословение. И твои грехи очищаются. И ты получаешь обновление и новую энергию. Намаз даёт тебе силу. Субханаллах. Значит, Свят Аллах. И ты становишься сильным человеком. И когда ты становишься мусульманином, знания ислама дают тебе прозрение. И тебя не ввести в заблуждение лозунгами и обманом. Понимаешь? Как говорят они, свобода. Что значит свобода? Стать рабом своих страстей или рабом общества? Истинная свобода – это стать слугой твоего Создателя. Поэтому я скажу тебе, если это имеет смысл для тебя, учись и стань мусульманином. Чтобы стать мусульманином, есть два свидетельства, которые ты должен сказать. Что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И я свидетельствую, что пророк Мухаммед – посланник и слуга Аллаха. И остальные столпы ислама возвращаются к этим двум свидетельствам. Что я должен быть благодарен, и я должен поклоняться своему Создателю. И я должен поклоняться Ему в соответствии с учением последнего посланника, пророка Мухаммеда, мир ему и богословения Аллаха. И так ты становишься мусульманином. И тогда шаг за шагом ты начинаешь учиться, брат. Знаешь, представь, что ты умрёшь сегодня. Пусть Аллаху бережёт от подобного. Какое было бы твоё оправдание перед твоим Богом за то, что ты не принял истину, которую ты считаешь действенным? Что я не принял истину? Да. Ты сказал, что ислам является истиной и имеет смысл. Это насчёт того, что ты сказал, что не нужно следовать своим страстям? Нет-нет, я говорю, представь, что ты умер сегодня. Если бы Бог спросил тебя, почему ты не принял истину, когда ты понял, что это истина? Нет-нет, ты сказал, что это имеет смысл для тебя. Да. И ты веришь, что это истина? Да. И представь, что ты умер сегодня. Пусть Аллаху бережёт от подобного. И ты ещё не принял ислам. То есть, я ещё не обратился? Всё верно. Ты даже знаешь слово. Ты ещё не обратился. И Бог сказал тебе, почему ты не обратился в ислам, когда истина была ясна тебе? Какое оправдание, какую причину ты можешь сказать Богу, по которой Он сохранит тебя от своего наказания? Ну, я не уверен. Думаю, у меня нет оправдания. У тебя ничего нет. Я всегда использую это, чтобы люди задумывались, что их ничто не останавливает от ислама. Кроме того, что это внушение дьявола. Пророк Мохаммад, мир ему, сказал нам, когда кто-то хочет стать мусульманином, потому что, когда ты становишься мусульманином, это значит, ты становишься истинным слугой Создателя всего. И дьявол не перестанет шептать тебе на ухо. Он попытается привести тебе любую вещь о семье и о друзьях. Поэтому я всегда упоминаю этот пример или эти причины. Почему люди не принимают ислам, даже если это имеет смысл для них? В основном это сводится к двум факторам. Либо это психологический фактор, что означает высокомерие, или им нравится делать какие-то запретные вещи, которые ислам запрещает. Или это социальный фактор. Они боятся, что если они станут мусульманами, их семьи будут против них и так далее. Но ни один из этих факторов не спасет тебя перед твоим Богом. Ты уже взрослый человек. Тебе 15 или 16? 16. Тебе 16. У тебя есть собственный выбор. Ты можешь делать свои собственные решения. Так что это не шутка. Это серьезный вопрос жизни и смерти, рая и ада. Поэтому я призываю тебя стать мусульманином. Но, как я уже сказал, я просто объясняю тебе. И я говорю тебе, смотри, это имеет смысл. Если ты веришь в истину, стань мусульманином. И до этого ты сам сказал, что ты больше склонен к исламу, чем к христианству. Так что стань мусульманином. И иншалла, затем шаг за шагом учись. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. Это автор канала Презивдава. Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дават. Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум. Субтитры создал DimaTorzok